Сначала подземные сети и только потом дороги. В Ярославской области стартовал первый этап реализации федеральной программы безопасной и качественной дороги. Первыми на участки попавшие в этот проект в 2018 году вышли сетевики для того, чтобы не вскрывать новый асфальт по горячим следам. Подготовку к коммуникации необходимо провести до начала дорожных работ. Рассказывает Сергей Курицын. Улица Златоустинская даже зимой настолько ухабиста, что не включить ее в программу БКД на 2018 было бы преступлением. Сегодня здесь работает экскаватор водоканала, а рабочие ищут старую трубу. План довольно большой – реконструировать в районе водопровод. Протяженность около 200 метров, диаметр 150 миллиметров. Местные жители при этом не страдают. Объездные пути согласованы, вода есть почти всегда. Бесперебойность воды обеспечивается постоянно. То есть все жители постоянно обеспечиваются в период производства работ водой. Мы параллельно прокладываем сети и отключаем воду только на период переврезок. Подобные работы на сегодняшний день в городе ведутся на 9 улицах. 5 объектов уже отремонтированы. Всего же водоканал до старта основной части программы БКД планирует выполнить работы в 30 местах по всему Ярославлю. Для того, чтобы обновленные улицы столицы Золотого кольца служили как можно дольше, учитывается весь негативный опыт 2017-го. Предварительное исследование запланированных к ремонту улиц дает четкий ответ, где под землей есть проблемные коммуникации. Это не только трубы, поэтому в работу включаются все сетевики. Синхронизация по рабочим графикам с организациями департаментом транспорта региона уже достигнута. Асфальтовое покрытие вскрывают сетевые организации и выполняют работу в своей части. Причем мы понимаем, что у них тоже есть свои задачи. Именно для этого, чтобы исключить подобные ситуации, данная работа была произведена. То есть сетевики закончат все свои работы по переустройству, по ремонту сетей до начала дорожных работ. Ну а на Златоустинской после проведенной реконструкции Ярославль-Водоканал улучшит еще и качество снабжения холодной водой жителей этого района. Работы на данном объекте пройдут в два этапа. Первый затронет границы от улицы Кирпичной до Коровницкого переулка, второй от Кирпичной до улицы Мельничной. Сергей Курицын, Игорь Мосин, Новости города. Продолжение следует...